Чудеса 22 мая в город Николаев прибывает честная десница святого великомученика Дмитрия Солунского. Торжественная встреча состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Святой великомученик Дмитрий Солунский прославился своим мужеством и пламенной любовью к Богу, за что и был причислен к лику святых. Отец Роман, будьте добры, это замечательное событие, которое мы ожидаем 22 мая, приезд честной десницы Дмитрия Солунского в наш славный град Николаев. Это уже десница побывала у нас и вот снова Дмитрий Солунский посещает наш град торжественно, очень величественно. И почему именно Дмитрий Солунский так полюбился нам, что он посещает наш город уже неоднократно? Я как раз обратил внимание на ваши слова относительно, что второй раз уже посещает своими мощами нас великомученик Дмитрий. И действительно это промысл Божий и проявление особого попечения ради святого Николаева, святого великомученика Дмитрия. Почему это так происходит, мы не знаем. Но слава Богу, что это так, потому что мощи великомученика Дмитрия в свое время, когда еще он пребывал в Солуне постоянно, несколько императоров пытались вывозить, в том числе еще во время Византии в Константинополь, и никаким образом не могли их вывезти. Вот было так, что и те люди, которые приходили, были неведомой силой от его мощей отброшены, вот и просто не могли их найти. Поэтому это действительно промыслительно, и я думаю, что мы должны и ценить святого великомученика Дмитрия и его к нам любовь, которую он проявляет своим посещением. Потому что это так, как мы знаем своих близких, людей, но всегда радуемся, когда где-то, кто далеко живет, хотя мы можем с ним переписываться, перезваниваться, но когда приезжают любимые и близкие нам люди, мы особо радуемся. Вот так для каждого верующего человека прибытие в Деснице святого великомученика Дмитрия, который его знает, почитает, ходит на их службы. Много у нас Дмитрия носит имя святого великомученика, и я думаю, что мы должны эту милость Божию и святого великомученика Дмитрия ценить. Отец Волнова, мы знаем, что святой великомученик Дмитрий Солонский проставился своим мужеством и пламенной любовью ко Христу, за что он и был причислен к лику святых. В чем проявлялось его мужество? Ну, можно себе представить, что во времена гонений, вот это был начало 4 века, вот Диоклетиан, вот, Максимиан, которые были жестокими гонителями христиан, городоначальнику большого города, как Солунион, и сегодня в Греции второй город после Афин по численности населения и территориальности. Вот, и великомученик Дмитрий в то время после своего отца занимал должность вот проконсула римского в городе Фессалонии, Кисалонии. И в то время, когда всюду уничтожаются христиане, он стал открыто проповедовать Христа, обратил очень много вот людей в Фессалониях ко Христу, что город почти полностью стал христианским. Вот, я думаю, что сейчас каждый может на себе это осмыслить, понять, что у нас бывают трудности небольшие, и нас уже мужество иногда теряет. А здесь вопрос жизни и смерти, временной. Но ради вечной жизни, которой он в первую очередь думал, когда знал, что уже император идёт для того, чтобы его каким-то образом склонить или он должен будет принять мученический венец, то он сказал, раздай своему услуге всё имущество, потому что нам нужно вечное сижать, а временное всё пораздавай. Вот он готовился. Поэтому, всё поступая так создательно, конечно, вот в этом заключалось его мужество. Отец Мирнова, дело в том, что честная десница святого великомученика Солонского прибывает в наш град в день святителя Николая Чудотворца, то есть в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Барград. Получается, два больших события, и они ведь ни в коем случае не умоляют друг друга. Нет, конечно. День святителя Николая, покровителя нашего града, это наш праздник, можно сказать, праздник города, и прибытие мощей десницы великомученика Димитра только усугубляет этот праздник. И ещё в связи с тем, что его привозит делегация из Греции, возглавляемая митрополитом Наузским и Верейским Пантелеймоном, то есть который фактически эти мощи возвращал через многие годы, когда они были вывезены из Фессалоник крестоносцами, он буквально несколько десятков лет тому назад лично участвовал в их возвращении в Фессалонике. Поэтому этот праздник только усугубляется и ни в коем случае не умоляется. Вы говорите, что из Фессалоников были увезены мощи, а до этого никто не мог подойти к мощам. Почему именно произошло такое, что всё-таки сумели вывезти мощи святого великомученика Димитрия Соломского? Это также почему громадная Византийская империя, которая просуществовала больше всех империй, в том числе христианская, она со временем исчезла. И Фессалоники захватывали и нормандцы, и крестоносцы, а в последнее время уже мусульмане. До этого, когда уже мощи вывезли, то в храме всё равно ещё из колодца, который возле раки с мощами был, стала бежать вода вместо мира, который из мощей выделялась. Оттуда бежала вода. А вот когда уже обратили храм в мечеть, тогда уже и перестало мироточение происходить. То есть это попущение Божие. Всё, как и много-много других случаев в жизни, так и в этом случае тоже. Святой великомученик Димитрий Солонский назван ещё и мироточивым. И сейчас Вы упомянули о том, что когда его мощи были увезены, перестало источаться миро. До сих пор мир не знает и не может дать объяснение. Что же такое это святое миро, отец Варнава? Если никто не знает, то я тоже не знаю. Но я знаю, что мощи Димитра великомученика мироточат, мы к ним прикладывались. И святители Николая в городе Баре тоже мироточат и каждый год почерпают оттуда с его раки мира. А это уже милость Божия, которая нам напоминает о том, что святые стяжали великую благодать у Бога, который и таким образом мироточением, от которого получают многие люди исцеление, и душевного, и телесного, проявляется милость Божия, который дивен во святых своих. Очень часто отец Варнава бывает так, что человек и прикладывается к таким чудотворным мощам и молится, но не получает исцеления, не получает просимого, а наоборот, может быть, даже как-то становится ему еще хуже. Как Вы думаете, почему это происходит? Почему вдруг человек не узревает чудо, чудо изменения даже самого себя? В прошлое воскресенье у нас было расслабленным. Вот читалось Евангелие, когда Христос пришел к человеку, который 38 лет лежал и ждал исцеления от овчей купели, в которую спускался раз в год ангел, возмущал воды, кто первый опускался, он становится здоровым. То он его спросил, а ты хочешь быть здоровым? В том плане, что нужно измениться внутренне, не просто желать чего-то внешнего. То есть человеческое, физическое здоровье, если он не изменяется никак, не задумывается, для чего все это происходит, что это только может быть в разумлении, чтобы он вспомнил о своей бессмертной душе, о вечности. Если это не происходит, то тогда и смысл теряется. И, конечно же, что многие люди обращаются в молитве, но она не всегда сразу же происходит, может перейти через время. Но для этого нужно просить у Бога веры и жить по вере, а не единовременное какое-то посещение храма или даже святых мащей. Хотя бывает такое, что человек совершенно далекий, но прикасаясь даже к такой святыне, как и ночью великомученика Дмитрия, вдруг преображается, его сердце касается благодать Божией, которая в этих мощах почивает, человек изменяет свою жизнь или получает исцеление даже неизлечимой болезни. То есть такие случаи происходят. И дальше должны, ведь мы жить по вере, не каждый человек может получать такие исцеления, но мы слышим, что такое произошло, и блажение не видевшие верующие. А есть естественный закон, и в том числе и вангельский, который говорит, что человеку, что человеческой жизни, в Ветхозаветной порога говорит, 70, а еще в силах 80 лет, и половину из нее труд и болезнь, а потом она совершается. И думать, что она здесь не завершится, это безумие. А вот верить, что мы вечны, это необходимость, потому что мы вечны, даже если этого не хотим. И вот все, что происходит в жизни религиозной, как раз направлено на то, чтобы человек вспомнил, что он вечный, и что главное ему быть подражателем святых, которые своей жизнью удостоились вот такой благодати, что их помнят уже проходит больше тысячи лет, там полторы, или как в этом случае же 1700 лет от дня мощнической кончины, великомучика Димитра. Его не только помнят, Его почитают, Его любят, Его ждут. Значит, не просто так, а много и сколько людей исчезли, ушли в небытие. Вот пример, которому мы все должны подражать. И когда человек подходит к мощам, в первую очередь, о чем он должен просить или не просить? Как себя вести, когда подходишь к святыне? Молитву читать. И просить можно, и нужно. И во всем наболевшем, но самое главное, вот чтобы приобрести веру, любовь, чтобы приобрести мир, и чтобы приобщиться той благодати, которая почивает во святых мощах. Христовой благодать.